Вопросы по саду Мы всегда стараемся обрезать именно прирост, который очень большой И, конечно, немножко осветлить дерево, чтобы дерево у нас было хорошо осветлено именно в середине Поэтому обрезка у нас получается более щадящая по краям И сильная обрезка получается в центре Но черешни этого не касается Если посмотреть, где расположены плодоносящие веточки у черешни То мы видим, что все молоденькие веточки, которые отходят от стволика Они все есть с цветочными почками и, собственно говоря, с урожаем Так вот, именно скелет черешни, он не восстанавливает молодую порость То есть он не дает здесь прибавки в ветках А если урожай у нас идет на молоденьких веточках Значит, надо постараться так, чтобы веточки, которые отрастают от именно скелетного, скажем так, скелета дерева Они должны быть целые То есть их не надо удалять Не надо чистить эти маленькие веточки, которые отрастают на черешни Потому что у вас получится дерево полностью оголенное А урожай будет только на крайних ветках Если почистить, скажем так, всю середину Здесь уже веточки у вас не восстановятся То есть именно черешня, она не может с такого, скажем так, ствола восстанавливать ветки Если яблоню обрежешь и, естественно, будут поросли То у черешни такого нет Поэтому не совершайте таких ошибок Обязательно все молодые веточки мы сохраняем Потому что весь урожай будет у нас на этих веточках Пойдем дальше, посмотрим Что же касается абрикоса Абрикос, конечно, растение очень интересное Оно бы плодоносило каждый год И урожай был бы большой Если бы именно цветение абрикоса попадало в срок Поэтому в нашей местности, скажем так, в нашей климатической зоне Нам лучше иметь, конечно, абрикосы более устойчивые, скажем так, к заморозкам А те, которые устойчивы, у них цветение гораздо позже, чем, допустим, у раннего абрикоса Поэтому тоже при выборке сортов тоже имейте это в виду Ну и смотрим, что же абрикос Абрикос может создавать свои цветочные почки На молодом приросте, то есть на годовалом И на своих ветках То есть если посмотреть, видите, даже на толстых ветках У них есть собранное соцветие, где они могут плодоносить Мало того, что вот на веточках прироста, видите, полностью Так еще и на скелетных больших ветвях Поэтому обрезка абрикоса должна быть хорошая при формировании дерева Если вы его формируете в чашу, чтобы оно не было большое Естественно, тогда это 2-3 года Надо правильно сформировать дерево И потом уже у нас получается минимальная обрезка То есть мы будем чистить какие-то старые больные ветки Какие-то высохшие, перекрещиваясь Но в основном абрикос оставляю всегда более-менее Чтобы он меньше всего обрезался Потому что если абрикос, во-первых, обрезать Прирост получается тоже у абрикоса очень сильный И дерево, когда вы приобретаете сорт Там уже есть для него, скажем так, свой паспорт Что дерево должно растить 3-4 метра Которые 5-6 метров И если вы решили сделать низкое дерево То здесь формировка идет именно в первые годы жизни вашего дерева Вы его сформировали в чашу Допустим, не в стволик, а в несколько стволов Получилась у вас чаша Тогда уже она и будет невысокая То есть здесь надо ограничивать Рост будет каждый год Но это не значит, что при обрезке вершин абрикоса Не будет у вас плодоношения Плодоношения не будет, если вы будете обрезать все вот эти годовалые веточки То есть желательно их оставлять Во-первых, если вы оставите веточку годовалого прироста Она не так будет расти Если вы обрежете на несколько почек Естественно, прирост будет Скажем так, здесь уже 3-4 веточки будут расти с этого Но надо будет целый год или даже два Ждать, чтобы эта веточка назад возвратилась к плодоношению Пойдем посмотрим на вишню На вишенке нашей Мы видим тоже Урожай формируется именно на годовалых приростах То есть вот сколько росла, где была обрезка Вот здесь у нее формируются почечки И тоже посмотрите на стволовых ветках То есть вишню надо обрезать Вы знаете, что если будете укорачивать вот эти годовалые приросты Вот был годовалый прирост В следующем году здесь будет полностью в вишенках Если мы ее обрежем Естественно, урожая в следующем году мы не получим Единственное, что вишню Многие тоже, конечно, ее чистить надо В основном, даже глядя на дерево Всегда видно, если дерево загущено Естественно, среднее плодоношение у нас получается растянутым То есть оно у нас переходит плодоношение на внешние ветки Потому что там все-таки у нас света мало И плодоношение получается более обильное на этих ветках Так вот, при обрезке вишни Всегда учитывайте то, что молодые именно вишни Она плодоносит вот на молодых веточках Поэтому не старайтесь тоже их удалять Если вишню тоже обрезать правильно Она в первые три года Она у вас будет хорошо сформирована И уже здесь работы будет гораздо меньше Если я не хочу большое дерево То обрезка у меня будет, скажем так, именно высокая То есть я там обрежу А здесь у меня она будет располагаться Уже более, скажем, более плодоношение будет переложено На нижние ярусы вот этих вот веточек Поэтому если ветку, смотрите, оголить Вот был, скажем так, позапрошлогодний Вот прирост, вот веточки Видно, что в этом году, видите, сформировано Сколько цветочных, скажем так, сосветий Именно плодоношение у нас на молодых приростах Вот вишня, тоже ее не оголяйте Именно сильно не обрезайте молодые ветки Что же касается груши Что же касается груши Груша, наоборот, очень, скажем так, интересное дерево Потому что плодоношение у груши получается И закладка цветочных почек получается очень обильная Поэтому здесь, наоборот, здесь надо осветлять ветки Пускай у вас какой длины только не было ветка Оставляете всегда несколько молодых отростков Чтобы не перенасыщать ветку плодами Потому что, посмотрите, она какая коротенькая И сколько здесь, скажем так, колен на плодоношение То есть при большом урожае вот эта ветка отгибается И, конечно, происходит облом Поэтому здесь надо именно, когда молодой прирост есть Его надо обязательно купировать То есть надо веточки ограничивать в росте Вот представьте, у вас большая ветка И на ней раз, два, три, четыре Ну, пускай там, если их не обрезать, будет десять веток И, представляете, в каждой столько груш Все это отвесится к земле И, естественно, что происходит с веткой Ветка обламывается Есть правило, что на грушевой ветке Не более четырех веточек Которые отходят именно для хорошего содержания Ветки плодоносящие, которые будут долго радовать вас урожаем Здесь надо оставлять не более четырех веток Правильную обрезку я сейчас расскажу И покажу еще на яблоне И вот, как вы сформируете свою яблоньку Так она и будет расти Если я не хочу высоких деревьев Я обычно оставляю два-три ствола Которые будут нести урожай И, естественно, делаю его пониже То есть для этого, вы знаете, что если вы дерево делаете ниже Естественно, оно будет шире Поэтому здесь надо учитывать параметры, скажем так, посадки яблони от яблони Но сейчас вопрос в другом Многие спрашивают, как правильно обрезать ветки Да, на яблоне то же самое Обрезаются молодые ветки Правильно формируется крона Правильное направление придается ветке Тут учитывается много факторов Но самый основной, который люди не учитывают Это, естественно, возраст яблони То есть чем моложе яблонька Пускай ей будет 2-3 года Мы молодые веточки обрезаем всегда на 2-3 почки То есть оставляя пеньки Вы по веточке режете ветки Которые хотите оставить молодые И правильно сформировать То они у молодых яблонь Оставляются на 2-3 почки Это буквально сантиметр от веточки Обрезается и оставляется Если яблоня взрослее Там уже оставляются по 4 почки И, естественно, если яблоня взрослая Уже здесь даже оставляются молодые веточки Обязательно оставляйте на стволиках Вот эти веточки молодые, которые у вас растут Вот они все растущие Вот, смотрите Она не одна у меня Их можно оставлять даже длинными Пускай они даже там будут Вот, видите, как они есть молодые Это будущие веточки Закладка будущего вашего урожая Потому что яблоню тоже ветки Если у груши она может долго плодоносить На этих старых ветвях То у яблони, конечно, есть такой момент старения Когда уже урожай становится слабее И мельче яблоки Если у нас старые ветви Поэтому для молодого хорошего урожая Всегда оставляйте молодой прирост И чем яблоня старше Тем ветки длиннее могут оставляться на яблони И это будет нормально Вот, если вы оставляете вот такие веточки Не купируя их То в следующем году Естественно, прирост у нее уже в этом году будет меньше Если вы обрежете Мы знаем правило такое Ветку обрезал Причем на какую почку обрезал Там и будет формироваться дальше веточка Но это не факт Если вы сделали на 4 почки То знайте, что раз, два, три Три почки у вас проснутся Будут три веточки Для чего это делается? Вообще делается это для правильного Скажем так, расположения ветки И правильной формировки Если у вас даже вышло три веточки На следующий год Мы можем посмотреть Нам надо поднимать веточку Или наоборот шире отводить Потому что, вот смотрите Если ветка у вас более острый угол Естественно, ее надо отводить Чтобы она была более пологая Тогда не будет облома вот в этих местах И чтобы веточку правильно сделать Значит, мы из трех молодых веточек Выберем правильно растущую И опять будем ее купировать То есть будем создавать правильный скелет ветки Вот если посмотреть на все обрезки Вот эти, которые были Видите, колено сформировалось правильно Ветка отошла в сторону И, скажем, сама формировка Она имеет уже правильное соотношение ветвей Делайте это тоже красиво То есть, если вы веточку одну отрезали на этом уровне Смотрите, вот те веточки, тоже нижний ярус Они все у меня на одном уровне Верхние, они все на одном уровне То есть дерево должно быть сбалансировано Тогда и отдача урожая Тогда и цветение у нее будет прекрасное И, собственно говоря, и сад будет тоже Хорошо, гармонично смотреться с другими деревьями Вот это основные правила Которые надо соблюдать в разных, скажем так, фруктовых наших культурах Потому что все деревья, они формируются по-разному Даже среди яблонь есть яблони быстро растущие Есть яблони медленно растущие И поэтому сад надо сформировать именно в молодом возрасте Чтобы потом уже не ранить его Не отрезать большие толстые скелетные ветви Которые тоже это плохо дереву И, конечно, защита Сегодня я вам покажу защиту При побелке, естественно, весной Когда уже у нас цветочные почечки Скажем так, набухли И уже получаются где-нибудь розовые бутоны Даже в яблоньке Поэтому здесь надо быстренько поработать Чтобы не было вредителя А какие у нас основные вредители? Естественно, то, что затаскивается муравьями Всякая тля Потом листовертки Все грызущие сосущие Это у нас будет обработка сада То есть видно, что, видите, голубой раствор Голубым раствором была обработана яблоня Но на розовые бутоны я буду обрабатывать двойной обработкой Здесь уже идет и от вредителя, и от болезней Но защита у меня еще будет именно на стволике И сейчас я вам покажу, как сделать элементарно Простую защиту для яблони Да даже для любого дерева То есть купите вот такого поролончика И какого-то метра куска вам хватит на несколько лет То есть вы можете запросто оборачивать свои деревья Отрезаем полосочку поролона И, конечно же, знаете, клейкие ленты хорошо Но многие не понимают, что эту клейкую ленту, которую делаем мы вокруг нашего стволика Обязательно надо менять Потому что, во-первых, это некрасиво, когда залеплена она вся букашками и таракашками Во-вторых, это тоже, скажем так, со временем теряется вот это все клейкое И муравьи, и те же вредители, они просто начинают ползать Уже проползать вот эти наши заграждения И если вы думаете, что вот сделали просто заграждение и это на целый сезон Вы ошибаетесь То есть здесь уже в зависимости от колонии насекомых Которые, мы знаем, что есть три периода именно обильного заселения вот этих колоний вредителей И если мы сделаем это правильно и вовремя Конечно, здесь уже можно помочь дереву на 50% справиться вот именно с вредителями Ну что, я просто оборачиваю Тоже вопрос был на каком уровне Яблони бывают разные, стволы бывают разные Но это не в зависимости от ствола И действительно, на каком же уровне делать нам ловушки Это зависит от того, есть ли рядом посаженное растение То есть, вы знаете, если у вас растет куст смородины И он касается ветвями где-нибудь здесь То это явно вы здесь ловушку можете не делать Потому что муравьи, они тоже очень хитрые и изворотливые Они просто по этой смородине будут, найдут себе дорогу Скажем так, в объезд И будут на ваше дерево заселяться точно такими же колониями Поэтому, в зависимости от того, какая поросль вокруг дерева И где соприкасаться с деревом Вот на таком уровне вам надо делать ловушки Если здесь бывает высокая трава То есть, тоже знаете, что по траве он переползет Этот муравей и занесет, скажем так, вредителя дальше Что я делаю? Вот смотрите Ловушка, она должна состоять именно по кругу Я делаю ее по кругу Теперь я ее просто шпагатиком Ну, такой строительный шпагатик Если нет, можете обычным скотчем провернуть несколько раз Просто это надо делать очень плотно Чтобы здесь было, конечно, плотное зажатие Почему? Потому что, если сделать какой-то, чтобы был просвет Естественно, вредитель может просто внутри проползти Вот, я затягиваю сильно У меня затянуто И здесь уже, чтобы он не прошел наверняка Я просто вот здесь вот распушу весь этот поролон И поверьте мне, любой муравей, любой насекомый Оно просто спрячется Оно не сможет перейти Здесь не надо мазать ничего Не надо устанавливать Вот, он не сможет пройти ни туда, ни туда Он просто зашьется в этот поролон И пролезть не сможет Вот элементарный способ защиты Он, конечно, очень действенный Поэтому пользуйтесь И вы наполовину спасете свое дерево, скажем так, от вредителя И урожай, конечно, будет чище И меньше обрабатывать сад надо будет Потому что, если тля, то, естественно, она может просто обессилить вашу яблоню И урожай уже будет тогда гораздо ниже Вот это основные вопросы, которые я хотела сегодня озвучить в передаче Будут вопросы, звоните Я всегда помогу и подскажу Ну а на сегодня все До свидания Берегите себя